Вторник, это значит, что у нас в студии Дмитрий Борисович Козенко, главный редактор газет недели в Саратове. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые зрители. Давайте газетку пока оставим. Газету, газету. Я знаю, да. Газету пока оставим. Все-таки вас не было две недели у нас. В отпуске были. За это время много чего случилось. Да, я посадил четыре дерева. Четыре дерева. Ну, во-первых, вот мы сейчас говорили про встречу Ландовской лютниками. Придет кто-нибудь по вашему мнению? Я надеюсь, я надеюсь, что придет. Я думаю, что, знаете, темперамент Александра Соломоныча, дело может дойти до дуэли. Представляете, фильм «Ландо. Первая кровь». Ох, прекрасно. Вот, на самом деле, конечно... Дело значит Ландо. Да. Я полагаю, что затея пустая, но по-разному можно относиться к Александру Соломонычу. Возможно, скажем так, что без него наш медийный, политический, событийный пейзаж вообще был бы ровный, как это стал. Ровный, красивый. Ровный, серый, скучный. Ничего не удается. А так, хоть... Зато не все открыто. Человек-то можно по-разному рассуждать о мотивах Александра Соломоныча. То есть, зачем он позвал людей возраст? Возможно, он хотел узнать здравствуй, племя молодой и незнакомый. Возможно, он хотел броситься в лицо к клеветникам что-нибудь тоже поэтическое. Люблю я критиков моих, на шее одного из них, благоуханная голова, сияет антиглава. Ох, безнесенский. Ну, не знаю. Может быть, ларьки кончились на вокзале. Что проверять? Больше проверять нечего. Опять же, Корос как-то завершается историей совсем не в пользу Александра Соломоныча. Он же продвигал эту передовую компанию, которая чуть не отравила жителей Ленинского района. Вы же, скучно, скучно, понимаете. Вот основной, он очень деятельный человек. Это всем давно известно. И все их казусы, которые так сейчас иногда вспоминают, мельком, должны быть засуждены. Они же все от его жажды деятельности. Александр Соломонович. Он все время хочет что-то делать. Кстати, я вот хочу все уточнить. Некогда его старания, площадь перед Саратским аэропортом, перед аэровокзалом, была названа площадью Совета Европы. А сейчас это совсем не понятно. Недовиновидно. Кто же знал? А сейчас что? Ну, вот если Александр Соломонович будет менее активен, кто останется? Борис Леонид Шинчук, ну да, походил в вышиванки в эти наши напряженные времена. Поел галушек, сало, возможно, выпал горюки. Ну, ладно. Давайте оставим Александра Ландо и перенесемся к более крупным событиям. Формам. Событиям. Итак, пока вас не было, стиль экранов полностью, практически полностью пропала Новороссия во всех ее видах. Ну, понимаете, Александр, у меня такая карма. Я помню давний, с 2008 года я прибываю на даче, обрезаю помидоры, подвязываю их, если нет. Ну, что-то, короче, обрезаю и подвязываю. Вот, сижу на веранде, пью чай. Вот, знаете, со звоном знакомого номера, я беру, я спрашиваю, Дмитрий Борисович, как вы считаете, представляете, журналист, как отразится война с Грузией на состоянии саратской экономики. Я на автомате отвечаю, что на состоянии саратской экономики уже ничего не может отразиться, да? Жора, не крути папе нос, вообще отойди от гроба. Вот, потом начинается... Все, он вешает трубку, а я, как бы, принципиально, там, и не приемник, и не телевизор, ничего. Я начинаю уже звонить в Саратов, узнавать, что там, с кем мы воюем. Вот, видите, следующий конфликт, я не буду называть это, с российским участием, опять пришел с тобой. То есть, если где у нас есть такие принципиальные пацифисты, я полагаю, что они сделают все возможное, чтобы я больше в отпуск не уходил. Вот, как... Да, вот, а что Новороссий? Ну, тут можно по-всякому геополитически гадать, да, что... По крайней мере, патриотически, что происходит, не патриотически, сайты полны слез и столов. Республики сливают туда-сюда, а Сирия – это дымовая завеса под прикрытием которой происходит слив проекта «Новороссий». Ну, на самом деле, проект не состоялся уже давно, да? Он же имел в виду не только Луганско-Донецк, там и Харьков был, и Отеса, и... Чернигов, там и... Чернигов, там и вплоть до Днепропетровска, и так далее. Уже тогда стало ясно, что проект не получается в том виде, в котором он замышлялся. Вот, международная реакция оказалась, я полагаю, к удивлению авторов проекта, достаточно острый. И что самое интересное – постоянный, да? Не то, что там пошумели, а перестали, а вот как уперлись эти гады в своем неприятии. Так и продолжается. А дальше что? Дальше вариант, который боится Украины – это заморозка конфликта, то есть переход в холодную стадию. Это второе Приднестровье. Не стреляем или почти не стреляем. Украинская Чечня еще говорит? Ну, я думаю, что на самом деле горячие головы сейчас оттуда переместятся куда-нибудь юго-восточнее. Вот, а скорее будет Приднестровский вариант, то есть их спокойно живем, нас признал Гагаузи, и мы самостоятельное государство. Или же второй вариант – вхождение в Украину, путем, значит, после выборов, путем фильтрации выборов своих депутатов в Раду Верховную. Но я, украинское общество, насколько я могу судить по интернету, категорически против этого. Да, вчера мы стреляли в другом, сегодня сидеть в одной Раде. А учитывая нравы Украинской Рады, да, где запросто можно и схлопотать. Да, там повеселее, чем у нас. Вот, да. Поэтому мне представляется, что нет, инфильтрации в Украину не будет, а будет вот замороженный процесс, но возможно, возможно, все-таки с каким-то очень медлительным примирением и возвращением и украинских институтов государственных в Донбасс и так далее. Ну, по крайней мере, после последнего раунда переговоров, это в Минском формате, в Париж, Порошенко полный оптимизм и говорит о том, что Луганск и Донецк возвращаются в Украину. А с другой стороны, выборы, намеченные, если мне память, изменяют на 18, там вот ДНР и ЛНР, а намеченные на 18 ноября перенесены. Перенесены, как сообщают, за ночь сняли все плакаты. Да, я видел фотографию. Да, вот. То есть, какой-то процесс идет. Но нам уже, ну не нам, да, а тема 90%, которые черпают информацию исключительно из телевизора, уже все. У нас другая картинка. Ну, давайте про другую картинку. Зачем нам Сирия? Не знаю, я хочу сказать, что нам всем нужно регулярно, да, раз в месяц пересматривать фильм «Хвост вертит собак». Там вот об этом, понимаете, есть она война или она есть только в телевизоре, никто же не знает толком. Вообще, если все так, как обстоит, да, вызывает очень много вопросов. Ну, там, дебри геополитики. Мы хотели подобным образом помириться с Западом. Суть реакции очень резкой. Американской и английской, менее, более-менее сдержанной, но тоже отрицательной немецкой и французской, помириться с Западом не удалось. Да еще хуже стало. Турция тут возмущается. Турция, да, и прощает Анталия. Мы хотим защитить Асада. Но позвольте, с нашим другом, значит, наследственным президентом Баширвасаном воюют не только ИГИЛ. Я смотрел по карте, вот запрещенный тот самый ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации, его позиции и территории, которые он контролирует, они достаточно далеки от тех территорий, которые контролирует ваше расу. Он воюет со своей же оппозицией. Если мы уничтожаем запрещенную в Российской Федерации ИГИЛ, Асада от этого много легче не станет. Насколько я понимаю, там все друг с другом воевают. Ну да, но воевать с так называемой сирийской свободной армией, с армией за освобождение или там обороны Холмса, это значит и выходить в острый конфликт с их покровителями Америки, прежде всего, и Саудовской Аравии, и всеми этими нестинными шейхами. Вы, кстати, видели опечатку в Твиттере Министерства обороны? Российское, сирийское. Потом далее, уже такой военный аспект. Насколько я понимаю, в этой ситуации запрещенные в Российской Федерации ИГИЛовцы, просто там уже... Можно один раз сказать, не надо. Ну да, всякие случаи, Роскомнадзор, сами понимаете. Они разнежились, они захватили эти города и, в общем, там тусовались, строили свое, еще раз, государство. Но после авианалета, да, если эти налеты эффективны, а не то, как говорит генерал Картопов, с помощью аэрофотосъемки были замечены 600 боевиков в панике, убегающих в Европу. То есть через Курдистан и Турцию, они убегают в Европу в панике, самолеты видны. Вот, они просто рассеются по пустыне. И дальше что? Гоняться за каждым джипом с тремя бородами и пулеметом на АСУ, это, извините, просто денег не хватит. И дело в том, что история-то повторяется. 1965 год, инцидент в Танкинском заливе, там вьетнамцы обстреляли американские корабли. Американцы пришли на помощь сайгоновцам, как надо говорить. Первый этап операции был исключительно воздушный. Они бомбили вьетнамских партизан, поддерживших севером, как они их звали, вьетконговцев. А вьетконговцы прятались в джунглях. Я не помню сейчас точно через сколько, но американская команда пришла к выводу, что это бесполезно. Тогда в дело пошла морская пехота. Все это кончилось с огромными потерями для США, внутренним политическим кризисом и так далее. И плюс к всему очередным потерянным поколением участников войны, которые в большинстве своем выбыли из активной жизни, наркомании, преступности и так далее. То есть вы считаете, что будет иноземным? Ну, видите ли, в чем дело. Американцы бомбили с авианосцев. Мы бомбим из Латакии. Или вот такие, как правильно. Я думаю, что к этой базе так или иначе будут подбираться маджахеды. Чи не, это уже не важно. Умеренный маджахед, хотя это смешно звучит. Крайний маджахед, радикальный. Соответственно, нужно будет отстреливаться, по всей видимости. После, если такие нападения будут, да, нужно будет уничтожать каким-то образом те базы, с которых эти нападения совершаются. В партизанской войне, которая, по сути, ведется там, авиация может вот первоначально как-то нести эффективный удар, пока противник не ждет этих ударов. Потом все, они, опять же, средоточатся по пустыне, ничего. И потом, ну, что есть в партизанской войне? Сегодня ты утром корреспондент телевидения, да, днем. Клерк в банке, а ночь ты идешь с автоматом по улице на Дамаске, стреляешь полицейские. Здесь как-то. Сложно все. Как бы, мы уже, слава богу, не трогаем, да, это религиозная составляющая. Суниты, шииты, аловиты. В общем-то, может быть, я плохой патриот и пораженец. Но лучше бы нам туда не надо было лезть. У нас, честное слово, ну, хватает дел в стране. Да, да, да. Ну, давайте перенесемся в Саратов. Еще одна история, которая за последние дни набирает не то чтобы такую скандальную славу. Та у галереи, та самая знаменитая, на третьей дачной торговой цели. Ну, да, я немного читал, но право. Там открылись первого числа, через пару дней там падает ребенок с эволатора. Соответственно, туда едут журналисты, снимают торчащие куски резины, отсутствие каких-либо там ограничителей и так далее. Все-таки, вот сейчас главный вопрос. Вот виноваты скорее владельцы или виноваты родители, которые не смотрели за ребенок? Я полагаю, что перед тем, как строящийся к объекту или завершенный строительственным объектом сдавался в эксплуатацию, он должен быть тщательно проверен, вот учитывая, да, то, что это объект массового посещения. Там должна была быть проверена каждая ступенька, каждая форточка, каждый штырек и все прочее. Так что родители, не родители, но, извините, я редко хожу в заведения подобного рода, я вообще не понимаю, для чего их строят в таком огромном количестве. Вот у нас через дорогу от нас, вот тот суперцентр, не будем упоминать название, он же пуст, а тут даже банкомат убирает, потому что никто и день не снимает. Ну ладно, бог с ним, пусть строят. Вот я хожу в Триумфол, да, вот я не видел там в Триумфоле, за исключением некоторых разгоряченных гостей, бывает такие группы горячих партнеров, вот там нет каких-либо опасностей, что ты можешь пускальзнуться, зацепиться там где-то за какой-то крюк, попасть в эскалатор, этого ничего нет. А здесь может быть спешка какая-то была или все прочее. Потому что нужно учитывать, что какие бы деньги ни платили, российский строитель – это загадка. А российский или еще вопрос? Ну, те, кто строит в России, это люди-загадки, понимаешь, они, я не знаю почему, но они в принципе не хотят делать все до конца, есть у них такая черта. Так или иначе, перейдем к выборам предстоящим, потому что стартовал у нас. Не будем обсуждать? Будем, будем, у нас еще полно свое время. Перейдем к выборам, и в том числе, потому что владельцем ТТАО галереи является, знаете, Самсонов. Ну да. Это главный справедливый рост, на ваш взгляд, как-то отразится на политической судьбе. Все-таки сейчас выборы начнутся, и все будут рассказывать о том, что вот она построила, а вот у нее там случилось, а вот она такая плохая. Нет? Никак не повлияет? Как, это же российский выбор, опять же, это как российская строка, все специфично. Вы можете, как бы, если вы заручились чем-то благословением, вы можете смело рассказывать, что убили только шесть старушек, но если в избирком дадо указание, что имелик должен пройти дальше, выше, то старушки могут почивать неотомщенными, ничего не будет. Ну, как говаривал один кавказский политик известный, свои первые выборы я выиграл в 16 лет. Ну да, 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 да. Здесь ничего, это абсолютно, если бы был бы хоть бы намек на конкуренцию, то тогда да. Сейчас мы, если данный конкретный случай, можем смотреть, да, Валерий Васильевич Народный посещает постоянно ТАО галереи, гордится. Это один из крупнейших инвестиционных проектов, потому что, к сожалению, инвестиции вкладывают только в магазины, но, по сути, это же магазин, да, как бы там я не обзываю. Круче только музей трудовой славы. Круче только музей. Вот, поэтому надо понимать, что здесь, госпожа Самсонову, возможно, будет оказана поддержка при его движении, например, в облдуму по списку эсеров. Понятно, что персонально на эти четыре места никто ничего не даст, там уже мальчики, девочки, Коли, Вася. Ладно, а списку поддержать не тем, что они будут голосовать за некого, предлагать голосовать, то есть другие способы поддержать, да, отсюда три, сюда пять. Понятно. Тогда давайте про другую партию, которая называет себя все-таки социалистами условными, да, коммунистами, все-таки они ближе туда, да? Ну да, партия, которая начала доски, сезон с коллективного молебна, где-то у нас похоронен Карл Марксов, явно перевернулся. А уж мы не говорим про музолей-то, в самом деле. Ну, музолей, там грана есть, там удержать. Все нормально. Сегодня сообщение появилось о том, что уже определились с одномандатниками на следующий год. Видели сообщение? Нет, пока нет. Нет, угадайте, три фамилии. Недалов, Алимова, Рашкин, по связи с ним. Рашкин, Москва. Рашкин, Москва. Он не будет здесь? А, наверное, 3А. Афанасьев. Сергей? Ну, так. Как вам? Он настолько активен, господин Афанасьев, что даже его пребывание в областной думе-то забываешь. Ну, что мы имеем, скажем так, ну, понятно, Недалов по Балаковскому округу. Сложно сказать, скажешь, вроде бы Афанасьев идет в Энгельс. Ну, понятно, а туда с север не идет и Недалов. Ну, Алимова на выбор или юг, или север область. Я так понимаю, она себя продублирует и в списке? Ну, я думаю, да. Ну, по крайней мере, мы будем иметь двух харизматичных политиков. Пассионарных, даже, скажем так, на выборах. Результат, ну, результат, ну, как бы Ольга Юрьевна, Николай Васильевич. Что, их оставлять без места? Ну, да. Ну, ладно, ну, я думаю, хоть не скучно будет. Не скучно будет. Тем более, господин Амельченко. Амельченко сегодня заявил, что он готов вновь избраться в Думу, потому что не успевает он все сделать, что обещал. Вы хоть знаете, кто такой Амельченко? Нет, ну, Амельченко очень известный человек. Вот, он известен тем, что у него усы под ковы. Вот, что один раз он, что один раз он на каком-то празднике дефилировал, скажем так, наблюдатели предположили, что с его лицом что-то случилось. А еще он депутат государственного депутата. Еще, как водится, он у него трудности с устной речью. Ну, это да. У нас целая партия внутри партии, я бы сказал. Вот. Ну, не знаю, я думаю, это самоуправство господина Амельченко, вызвано, может быть, каким-то семейным праздником. Я думаю, товарищи, где он там, партия или он, ФЭК, кто-то? ВНФ, по-моему. ВНФ, да, они, наверное, поправят. А, вот. Так что не будем. Что, к демократам? Переметнемся к демократам. А что демократам? Яблоки наши сарабские говорят, что готовы на основе своей партии сделать площадку, где объединились бы все демократы и либералы. И благодаря вот этой вот общей поддержке можно было что-то сделать. Видите ли, Александр, в своем время я принимал участие в подобном процессе, это было 4, по-моему, 5 лет назад. Вот здесь великий пуча деятельность по поводу объединений и так далее, консультации, брифинги, составление совместных программ и так далее и тому подобное. В общем, действительно, реально много работали. Вот поэтому приехал господин Митрохин и сказал, что яблоко и без всяких союзников, сильно как никогда и, в принципе, половина места в Государственной Думе, яблоко уже обеспечено. Вот, господин Митрохин с его, в общем-то, нелюбовью, каким-либо союзом и компромиссом по-прежнему во главе яблоко. Ну, есть слухи, есть слухи, что, может быть, вернется самый главный человек. Так что пока вот я оценил желание Дмитрия Конычева как бы соединиться и вместе попытаться что-то сделать. Но я боюсь, что оно локнется на сопротивление неприятия Москвы именно в партии, которая имеет имблемы этот и Аполлский сил. И опять все решают в Москве. И сам Мельченко, заметите, точно так же получилось. Сказал. Ну, давайте... Ну, Мельченко, это анекдот. Потихонечку подходим. Его депутатство анекдоты. Ну, в общем-то, да. Потихонечку переходим ближе к СМИ. Перед газетой вчерашняя публикация «Взгляда» прекрасная, на которой «Белый лист», «Формат А4». А, ну, это все прекрасно. Понимаете, Саша, а вот у них вы видели за последние, предположим, ну, три года положительное упоминание фамилии Аркадия Истафьева? Нет? Нет. Там не только Истафьев, там целое, да. Ребята, ну, еще придумывают. Да, некий стоп-лист, он есть везде. Он вызван, предположим, ну, может быть, личным неприятием. Да, если человек негодяй, что его... Я не настолько толерантен, чтобы руководимым на газете был интервью с негодяем. Причем не просто, а тем, почему вы негодяй. И тогда, наконец, он наложится на себя руки. Интервью с негодяем, который будет прикидываться порядочным человеком. Правильно? Вот. Во-вторых, все это находится вот здесь вот, в головах. Редакторов, руководителей рекламных служб. И предположить, что сидит там, значит, руководитель менеджерской службы общественного мнения. Оля Чистакова пишет список негодяй, полунегодяй. И так далее. Ну, это, извините, это наивно. Это на простачков. Вот. Это напоминает мне... Коль вспомнил Взглядова, была замечательная история-то. Взглядова публикует сообщение с арабских авиалий, пассажир стал плохо, самолет приземлез. На следующий день это же сообщение. Нет. В этот же день вечером. А, вечером, да. И этот же случай. Он уже подается, как вы с таким толким намеком, что это следующий случай. И у пассажира уже приступ паники, что дает повод проплаченным или привлеченным троллям писать. У каждого нормального человека будет паника, как только он окажется на борту имбрая. Непонятно, почему. А, как говорится, ну, нечего на зеркало пинять. Ну, да, да, согласен. По поводу, кстати, вот этой новости с Сомом и Стоплистом, или как там, памяткой, стоит, наверное, тоже обратить внимание на комментарии. Потому что утром я эту новость читаю, вот я по себе сужу. Там 30 комментариев. Через полчаса захожу, там 10 комментариев. Причем удалены, естественно, те, которые говорят, да это фигня все. И так далее, вот везде. Нет, ну, извините, и в ОМИ, и везде есть редактор, да. Редактор знает, что с этой фирмой мы дружим. Вы понимаете, мы постоянно публикуем рекламу банка номер 8, да. Вдруг корреспондент, молодой, неопытный, он пишет, а банк номер 8, рядом с ним валяется пьяный негодяй. Редактор просто эту молчу берет, он не будет вызывать корреспондента, показывать его список. Банк номер 8, наш любимый клиент. Это ведь не только идеология, политика и развлечения народа. Это еще и бизнес, правильно? Ну, соответственно, у бизнеса есть свои законы, может быть, на какие-то нюансы в деятельности рекламодателей приходится закрывать ладу. Вот давайте теперь полистаем газеты, узнаем, о ком вы писали хорошо, о ком плохо, о ком... Да мы обо всех пишем хорошо. Ну, вот Елена Алексеевна Керетичева, да, она у нас, как известно, всегда в области что-то ждут, да. Вот, крупных спонсоров, новых политиков, в связи с каких-то гениальных там. Вот, и, соответственно, ну, одновременно к нам приходит Билл Гейтс и кто-то калибра Рузвельт. Вот, она спрашивает, а, собственно, чего вы ждете? И по полушкам раскладывает. Да, что самое популярное в Российской Федерации? Нефть. Нефть, да, как бы есть, но как бы немного. Урожай, сами знаем. Год на охоту не приходится, а в последнее время год на пять не приходится. Кузнецка, да, Сарас, студенческий город, у нас как бы началась тенденция, и, по мнению нашего журналиста, эта тенденция будет дальше нарастать, что региональный возраст теряет самостоятельность и становится филиалом Московских. И вот она все это по полочкам разложила, и пришла к выводу, что, в общем-то, ребята, вот, барахтайте все здесь, барахтайте, и ничего вам особо нового-то и большого, чистого, светлого и богатого не светит. Но тут Валерий Васильевич Радаев, то бишь его пресс-служба, нечеловеческим языком абсолютно какой-то, сообщил, о том, что Валерий Васильевич Радаев в Сочи, находясь, встретился с руководителем фирмы «Прагмакапитал». Причем не Исаев, он, на самом деле, директор фирмы Сергей Исаев, по-моему, а он встретился, по-моему, по имени, по поводу имени, так, по имени. Вот, следом совета директоров и столичной фирмы «Прагмакапитал» построят нам дворец веодных видов спорта, гостиницу, сельскохозяйственный центр распределения сельхозпродукции, овощехранилище, тепличный комплекс, фирма по индейке и мясоконсервный комбинат. И новый аэропорт. Нет, пока нет. С фирмой по индейке у нас вообще беда, у нас какая-то, я забываю все время название, ростовская фирма, которая у нас строит, все время презентует проект строительства мясокомплекса индюшачьего, получает под этот кредит и исчезает. Нет, они не воруют деньги, они на эти деньги стоят у себя в Ростове. Ну, почему-то как-то выгодно представлять, что у нас. Я посмотрел вот интернет-поиск, какой поверхностный, прагмат-капитал, это ООО «Опер», ну, это ничего плохого, что нет, а эту компанию управляет инвестиционными фондами, то есть, собственно, строительство, опыта какого-либо строительства, врач, она не имеет. Вообще, вот на пяти страницах гугловских нет ни одной, кроме рекламы этой фирмы, ничего конкретного нет. Я не хочу расстраивать Валерия Васильевича, ну, не знаю. И ровно та же самая история о том, что некий совмясторг, совмясторг, советским мясом, по всей видимости, будет строить у нас, теперь уже у нас за 6 миллиардов утиную фирму, по всей видимости, там будут золотые клетки для уток. Я бы смотрел, опять же, в интернете, это торговая фирма, она торгует мясом. Ничего, да до этого, может быть, у них изменились планы и концепции, вот, но до этого она ничего такого не строила. Как у нас, Саратовская область, территория возможностей даже? Нет. А сейчас уже лидерство. Лидерство, до этого была территория развития. А, развитие, вот что творит. Я пока не встретил у себя на юбилейном поселке, на крайней улице, там, последней улице юбилейном, там магазин территории Разливного. Я хожу до сих пор, думаю, кто у кого списал, то ли фиарочки губернатора, то ли эти хитрые продавцы пива. Надо просто узнать, когда открылся магазин, тогда станет... И когда выбрал... Хочу отметить, в отличие от лозунга областного, да, территории развития, там дальше-то уже конкретики нет, а у тех конкретиков, 20 сортов пива, 6 сортов кваса. Все совпадает? Ну, я не проверял, но, по крайней мере, у них конкретное предложение есть. Что это такое? А у нас-то развитие и все. Далее мы обсуждаем очень интересное заседание комитета, строительного комитета областной думы. Там интересная картина. Комитетом руководит депутат Сергей Нестеров, известный по большому вкладу в развитие банного комплекса Саратской области. Вот, уже благодаря ему, благодаря его усилиям, все больше и больше Саратов смоется в ванной. Но Сергей этим комитетом руководит, вот не помню его отчество, закручивает там все дела господа Песной и Курихин. Два известных застройщика, два известных девелопера, два известных оратора, особенно Песной. На этот раз для начала данные господа выступили со следующих идей. У нас, как известно, немало, благодаря стараниям их же коллег, и по партии, и по парламенту, и по бизнесу, у нас достаточное количество, по-моему, одно из самых больших положений, количество обманутых дочек. Во-первых, они ввели критерии нуждаемости, в результате предлагают ввести критерии нуждаемости, согласно которым две трети этих дочек могут смело идти в лес, жить там. Но суть-то не в этом. Они предлагают городу создать некий фонд, чтобы обездоленный дочек стал счастливым. Фонд положить некие городские земли. Потом приходит, опять же, некая, неназываемая, наверное, строительная компания, говорит, хорошо, я построю дом вот на этой земле, а за это я приму свой 100-квартирник, 15 обездоленных. Все прекрасно. Теперь маленькая арифметика. Участок земли стоит порядка 100 миллионов рублей, 15 квартир стоит порядка 30 рублей. Некоторая экономия на земле, по всей видимости, имеется в данном случае. Второй момент, это действительно наш закон. Там за него бился песно, вернее, против него. Есть капремонт, о котором мы долго говорили, и с вами, и подозревали, что это все-таки афера, скорее всего. Ну, и даже не афера, просто государство отнимает деньги в усиление. Изымает. После долгого общественного стона закон стали вносить изменения. В частности, жильцы новостроек 5 лет не платят взнос на капремонт. Но это не платят жильцы тех домов, которые введены в стройку в 2014 году и позже. И вот здесь у нас и на картиночке, и, собственно, песно, я их им оперировал, у него есть такой проект «Русинвест». Это четыре линии из двух домов. Каждый очень многоквартирный, шестиэтажный, социальный жилье. Они сдавались поэтапно. Абсолютно одинаковые дома, не очень хорошо построены. Но получается, что в части этих домов, сданных до 2014 года, люди платят за капремонт. А те дома, которые сданы в 2014 году, они освобождены. Вот он говорит, как я могу это людям объяснить? А никак. Это у нас такие законы. Прекрасно. Кстати, новость пришла только что. Неужели Ландо? Саратовские клевотники не пришли на встречу с Александром Соломоновичем Ландо? Нет. И Ландо, значит, рассказывает о том, как он не любит этих людей. Их должно было быть человек 10-15. В общем, целая новость висит на сайте Френинсбол. Саш, я единственное, что боюсь. Как бы ни закрался Александр Соломонович предположение, что часть клевотников не пришла, потому что сейчас была в эфире. Прекрасно. Спасибо, Дмитрий Борисович за подставу. Дмитрий Борисович Козенко, главный редактор газет недели, был у нас в студии. Сейчас смотрим одиночный пикет Александра Стрыгина.